Жак Телла Мехельна. Многие художники этой семьи были романистами, последователями итальянского искусства. Обучался в Лионе, прежде чем провести период с 1616 года по 1621 год при дворе великого герцога Казима II Медичи во Флоренции, работая вместе с Жаком Каллоу. Варентийское искусство оказало сильнейшее влияние на все творчество Стеллы после смерти Казима. В 1621 году Телла переехал в Рим, где провел вместе с братом Франсуа следующие 10 лет и завоевал известность, благодаря своим картинам, небольшим гравюрам и живописным миниатюрам на меди и на камнях. Работая в Риме по заказам папы Урбана VIII, Стелла находился под влиянием римского классицизма Рафаэля и творчества Никола Пуссона, которому он стал близким другом. Проведя время около 12 лет, Жак Стелла собирался уехать в Испанию, куда его приглашал ко двору король Филипп IV, но стал жертвой ложного доноса, был схвачен, заключен в тюрьму, его невинность не замедлила проясниться, а клетники были наказаны. Работал в Париже с 1635 года, выполнял заказы короля Людовика XIII, принцев, кардинала Ришелье и других знатных лиц. В 1635 он был удостоен звания рядового художника короля и пожизненной пенсии тысячи ливров. В 1645 году Людовик XIV сделал его рыцарем ордена святого Михаила. В конце жизни Жак Стелла все более занимался рисунком. Он преподавал искусство гравюры трем племянницам, дочерям своей сестры Мадлен. Они воспроизвели в гравюре значительную часть его рисунков. Помимо живописи и рисунков, Стелла на протяжении всей жизни остался крупным коллекционером произведения искусства, создав значительную коллекцию картин Пуссона и Рафаэля, рисунков Микеланджело и Леонардо да Винчи. Жак Стелла кончался 29 апреля 1657 года в возрасте 60 лет в галерее Лувра, где с 1635 года располагалась его мастерская. Искусство художника смело и разнообразно демонстрирует широкий диапазон от непосредственного наблюдения природы до стилизации античности и религиозных композиций. Многие его произведения переводили в афорты, среди которых много декоративных композиций с изображением игр Путти, ВАЗ, архитектурных орнаментов. Картины художника часто продавали как произведения Пуссона. Таково было сходство их творческого метода. Кстати, в Санкт-Петербургском имитаже тоже есть три картины Жака Стелла. Мадонна с младенцем Христом, Ионом Крестителем и Ангелами. Луций Альбин выступает Весталком в свою повозку и Генера и Адонис. Ну вот, примерно так написано в Википедии о французском живописце, гравюре эпохи барокко, романисте, коллекционере произведения искусства Жака Стелла. Пока-пока, до свидания, смотрим работы. Субтитры создавал DimaTorzok